приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том что ни в коем случае нельзя класть на постель к чему это может привести и на какие вещи и предметы обязательно вам стоит обратить внимание кровать с давних времен считается уникальным местом где каждый из нас отдыхает и набирается сил конечно же кровати во все времена уделялось большое внимание вы знаете что все что нас окружает наделено своей определенной энергетикой как положительной так и отрицательной поэтому наши предки со всей серьезностью подходили к вещам зная что можно а что нельзя класть на кровать если к этому относиться пренебрежительно то не удивляйтесь тому что в вашей жизни присутствует безденежье болезни мелкие крупные неприятности и все начинает по поводу и без повода у вас возникать проблемы которые порой бывает очень трудно разрешить а все потому что люди относятся к своей кровати как к мебели зная а может не знаю что кровать своего рода это оберег символ домашнего очага который отождествляет собой счастье в семье гармонию и взаимопонимания какие же вещи вещи именно вампиры категорически нельзя класть на кровать чтобы не привлечь на свою семью проблемы и беды мягкие игрушки казалось бы что может быть в них плохого но они все без исключения обладает своей определенной энергетикой чтобы эти игрушки несли только положительную энергетику за ними нужно тщательно ухаживать периодически чистить если есть возможность мыть под проточной водой держать их под воздействием собственных лучей очень часто дети со своими мишками зайками выходят гулять на улицу игрушка передается из рук в руки часто попадая и в руки взрослых людей и можно только догадываться какой энергетикой данная игрушка обзаводится во время прогулки с какой целью кто-то на улице взял ее в руки и возможно что уже вместе с ней порция сильного негатива попала ваш дом еще хуже что гуляя с ребенком мы нашли плюшевого мишку и принесли его в дом не зная о том что возможно его оставили специально на детской площадке иногда случается такое что чтобы улучшить свою жизнь все неприятности переводятся именно на игрушки этот кто берет такую игрушку тут и получает все эти неприятности проблемы и беды когда-то наши предки говорили не мы на это место положили не нам с этого места это и брать потому что с вами чтобы с вами не происходили страшные неприятные вещи не кладите на свою кровать мягкие игрушки чтобы потом не думать почему же у вас болит голова бессодица и всевозможные проблемы на работе и даже научите пожалуйста своих детей и внуков никогда не брать чужое независимости это кто-то потерял оставил или даже бывает так что дети любят дарить друг другу по подарки игрушки при этом очень часто возможно вы замечали что игрушка взятая ребенком она поломана без ноги кукла без ноги какой-то зайчик без ушка и так далее вы знаете очень так бывает сейчас такое время это не зря таким образом между детьми передаются определенные болезни поэтому пожалуйста научите своих детей научите своих внуков никогда не при каких обстоятельствах ничего не брать и не принимать такие подарки конечно другое дело когда вас день рождения и все те кто собрались в этот день с вами они чистосердечным по отношению к вами к вашему ребенку но это друзья уже другая история далее искусственные цветы в доме они также обладают способностью приносить вред живущим доме становясь причиной ссор и болезней такие цветы не излучают энергию а поглощают и поэтому и ощущается упадок сил у домочадцев но и присутствует энергетика печали и такие цветы нельзя держать в доме а тем более класть на кровать так как вместо положительных энергий появляются отрицательные вместе с ними появляется и множество нежелательных проблем зеркало и зеркало обладает способностью накапливать и хранить информацию вся эта информация положительная или негативная сохраняется в зеркальной памяти а со временем она отдает то что накопила приумножая его во много раз зеркало так своего рода вампир через зеркало существует связь потусторонним миром когда человек смотрится в зеркало то она забирает часть его энергии большое значение имеет то какое настроение у данного человека именно в этот момент какие переживания здоров ли человек потому что зеркало имеет такое вот свойство запоминать состояние чем больше времени проводится перед зеркалом тем больше энергии она отбирает на протяжении какого-либо определенного времени поэтому спальне зеркало нужно располагать так чтобы кровать в нем не отражалась иначе спать будет плохо кошмары замочит а утром вы будете чувствовать себя неважно если есть проблемы в браке то зеркало по-своему вмешается ваше отношение если у вас проблема в отношениях то зеркало будет впитывать в себя энергетику ссор споров и будут способствовать тому что вы еще больше будете отдаляться друг от друга поэтому лучше его вовсе не иметь в спальне тогда хороший отдых вам будет обеспечен да и проблем будет меньше многие по незнанию кладут зеркало на кровать пусть даже небольших размеров но проблемы от такого действия будут большими отдав негатив кровати наполнив ее им а вы потом ляжете в нее и это подберете на себя притянув тем самым свою жизнь болезни неудачи конфликты разногласия в семью которые могут привести даже к разводу не кладите на краем вать швейные подушечки с воткнутыми в нее иголками и булавками если вы собрали что-то шить или пошить или сделать ремонт сделайте это за столом сидя на стуле у иголки за счет ее острия и из-за того что она из железа нее сильное энергетическое поле у ушка иглы создаются потоки сильных энергий которые запускаются беспрерывное движение накапливаясь на кончике иглы именно с него направляется и поглощается окружающими энергия которая может быть как положительной так и негативной булавки обладают аналогичной энергетической силой попав на кровать они очень быстро наполняют вашу жизнь ссорами сплетнями конфликтами несут вашу жизнь сумятицу если класть эти предметы на кровать диспят супруги то это действие может испортить отношения даже между людьми которые практически не ссорятся не ругаются они очень дружны и любят друг друга между ними возникнет недопонимание раздражительность подозрительность и нетерпимость друг другу ножницам также не место на вашей кровати так как этот предмет предвещает изменения в отношениях и долгие разлуки иголки булавки ножницы хранятся в доме в определенном месте вдали от чужих глаз все это потому что недоброжелательный человек злым взглядом может наделить ваши предметы негативом который потом передастся вам притянул вашу жизнь неприятности лекарства лекарства ни в коем случае не стоит держать даже рядом с кроватью не то что на ней их стоит держать подальше от нее и не нарушать это правило чтобы потом вам не пришлось сильно пожалеть так как лекарства несут в себе энергию болезней если они находятся рядом вам трудно будет выздороветь а если на такую постель уляжется здоровый человек то он непременно заболеет лучше всего если у вас где-то в квартире или в доме будет ящик где будут собраны все ваши лекарства все ваши препараты и когда вам надо вы достали использовали выпили а остальное вернули на место далее одежда одежда своеобразный берет который защищает человека собирает на себя любое негативное воздействие так как в обыденной жизни вы бываете в разных местах как с хорошей так и с плохой аурой встречаетесь с разными людьми а это могут быть не только добрые люди с положительной энергетикой но и завистливые недоброжелательные люди которые глядя на вас позавидовали например вашей красивой одежде вашему внешнему виду вы попадаете в неприятные ситуации будь то в транспорте в магазине на работе и все эти негативные энергии впитала одежда придя домой раздеваясь и переодеваясь вы кладете одежду в которой пришли с улицы на кровать это категорически нельзя делать а если это вошло у вас в привычку и повторяется из раза в раз то не удивляйтесь тому что у вас начнутся проблемы во всех сферах вашей жизни будут недопонимания как со стороны начальства коллег таки среди родных людей также наметится ухудшение финансовых вопросов тому же начнут одолевать бессонница головные боли появится нервозность поэтому избегайте такого отношения кровати где вы спите и отдыхаете дабы ваша одежда не оказывала негативного влияния на кровать а затем во время сна соответственно и на вас купив обновку и принеся домой не стоит ее класть на кровать есть одна народная примета что это может оказать негативное влияние на ваше здоровье и принесет неприятности начиная от незначительных до довольно таких крупных это объясняется тем что кто-то возможно потерял вашу обновку и не примерял вашу обновку и не купил но оставил соответственно на ней свою энергетику опять же возникает вопрос а какую поэтому не стоит рисковать не кладите новую вещь на кровать к тому же часто упаковывая вещь применяются булавки одна из них может при распаковке потеряться застрять в постели и причинить вам вред при этом как физический так и энергетический может быть и такое что тот кто ее в данную вещь при упаковке воткнул имел своей жизни проблемы переживания и вы все это заберете к себе не стоит класть на кровати головные уборы на них а лай аналогично как и на одежде может осесть негативная энергия которую вы принесли с улицы работы с транспорта особенно это касается шерстяных и меховых изделий они очень хорошо способны впитывать негатив лежа на кровати они будут ее подпитывать ним а вы подберете это все на себя когда будете спать что разрушит ваш энергетическое поле и сделает вас подвластным и любому злу извне а если завистливый человек потрогает ваш головной убор а вы его разместите на спальном месте то во время сна он сможет отобрать у вас все то чему завидует а да вам взамен ту пустоту которая его тревожит и не дает ему спокойно жить сейчас очень многие берут с собой в кровать телефоны ноутбуки планшеты и они подолгу находятся на кровати не задумываясь над тем что это очень сильные носители различных энергий так как в них содержится не только недоброжелательная информация но и негатива негативная порой страшная и разрушительная энергия этих вещей способны внести в жизнь человека разрушительные изменения безвозвратные могут быть психические расстройства проблемы с суставами сильные головные боли страхи апатия затяжная депрессия избавиться от этого будет совсем непросто запрещается класть на кровати подушку подарки от людей которые ушли из жизни для них должно быть отведено определенное место если в семье случилось несчастье кто-то погиб то фотографиям подарком ценным вещам этого человека тоже не место на кровати потому что уже эти вещи несут себе энергетику потерь печали слез если не придерживаться советов то можно притянуть свою жизнь серьезные проблемы со здоровьем и перекрыть доступ светлым энергиям они перестанут к вам поступать а ваш энергетическое поле просто ослабнет а это ничего хорошего не принесет и ни к чему хорошему не приведет поэтому друзья очень важно чтобы вы придерживались этих советов народных примет старайтесь бережно относитесь к тому месту где вы отдыхаете почаще зажигайте в спальне ароматические свечи ведь огонь способен убирать любой негатив также проветривайте спальню впуская свежий воздух вы тем самым наполнить ее положительными энергиями сон будет спокойным и крепким прежде чем лечь лечь проговаривайте на сон грядущие такие слова вселенная прошу тебя мою голову от мысли тяжелых освободим пусть сону и будет крепким а пробуждение счастливым это будет помогать вам видеть во время сна яркие сны вы будете хорошо отдыхать а утром ощущать бодрость и приподнятое настроение ведь с таким настроем можно покорить любые вершины и добиваться успеха в любых делах и в начинаниях с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации но прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео